Если что, живи все, я могу съездить. Чего вас там? Доброе утро. Доброе утро, Украина. Доброе утро, Полтава. С праздником Дня Столпатрика. Всех тоже с праздником. У нас сегодня в гостях Андрей Кабылинский. Кабылинский. Наш музыкант полтавский, наш айтишник, да? Полтавский музыкант. Человек, который исполняет музыку в стиле фолк, ирландский, скандинавский. Да. Вот. Ну, в честь Дня Столпатрика, разумеется, и пригласили в гостя пообщаться. Киматично вообще. Андрей, рассказывай, как начал заниматься музыкой? Я увидел, как играют такую музыку и захотел заниматься. Но я понял, что надо работать, чтобы эту музыку играть. Работать сколько уже группа ваша существует? Три года практически. Кингс Кидс. Вот, полтавская группа. Даже правильно первый человек, который правильно произнес это название. Ну, Королевские дети, да? Да, правильно. Ну, вы знаете английский, скорее всего. Ну, просто, я думаю, на таком сходном уровне его должны знать. Ну, не каждый арт-директор в клубах знает английский. И что я могу ссать по своему опыту. Андрей, а сколько лет существует? Три года. А, так вы совершенно недолго, я думала. Вы часто выступаете где? Мы выступаем часто в ирландских пабах. По Украине катаетесь? Ну, стараемся. И на фестивалях в основном. То есть, именно тематически. А, почему именно такое направление? Опять же, таки... Это очень, очень классная музыка. Когда она тебя раз зацепляет, уже не отпускают. Ну, будем сегодня цеплять. У нас сегодня будет парад. 20 часов, я думаю, вы сможете услышать. Возле Айришпа бывал. Да, уже услышать. А кто захочет пройти со слагом ирландским сегодня, то... То тоже, хай проходятся, конечно. Почему бы нет. Пол шестого максимум. Так что приходите. Вот. Поете на каком языке? На английском, на гальском. Вот так. Але украинскую мову, звичайно, також плановано. То есть собираетесь, да, на будущее песня? На наступный рік мы готовим велику программу украинскую, але, звичайно, все-таки планы. Потому что... Кто пишет тексты? Да, никто. Просто перспеваете? Мы спеваем какие... Классические песни. Классические, более. Классические, наверное, на английском языке. А, ирландские песни. Но в рок-обработке. Фолк-рок. А какие инструменты задействованы в группе? Расскажи. В данный момент задействованы классические инструменты, как в любой рок-группе. Ну, там, фолк-рок-группе. У нас есть клавиши, которые играют любыми звуками. Есть скрипка. Бас, электрогитара и барабан. Я еще играю на флейтах. То есть... А вот эта штука есть у вас? Волынка? Есть. Но, чтобы ее задействовать, надо еще, чтобы кто-то играл на басу. У меня только две руки. Ага. То есть, есть проблема. Сложно ли было собрать группы? Очень сложно. Ну, сказать, что... Самое главное, что... Именно у нас потом выделили. Прикажущаяся легкость и самой музыки довольно сложная. Поэтому нужно постоянно репетировать где-то полгода-год перед теми что-то сделать. Ну, выйти на сцену. Откуда вы ребят в группу попутягивали? Ну, это... Слава Богу, что они есть. Потому что... Это полтавчане все? Все полтавчане. Ну, в сфере деятельности. Ну, это разные сферы. Сфера музыкальная, сфера продаж, преподаватель, да, кто угодно. То есть, некоторые есть, которые... Были мои студенты. Я шаги преподаю в инвесторной академии. И вот студенты... Некоторые... Ну, повезло. Это участвовать в моей группе. Это моя скрипачка. Я ей, конечно, поставил плохую оценку. Ну, ничего. Когда-нибудь истал. Ну, за игру хорошую, да? Да, да. Истал. Где самый интересный зритель был, который принимал конкурную музыку именно ваше воспоминание? Ну, это, наверное, в Полтаве все-таки. Все-таки, родные. Ну, у нас в Полтаве, знаю, нету больше аналогов, да? Нет, в Полтаве есть в Кременчуге, насколько я знаю, есть в Киеве. И в Львове пару-то в Киеве. В Львове тоже хорошо принимали. Когда мы ездили. Ну, там была у нас акустическая программа, не электро. Если была бы электро, было еще лучше. А, может быть, я... В Ирландии знают о вашем существовании? Вот тут вот на открытии Айреш-паба Валберг приезжал ирландец. Как раз он попал на открытие, на второй год. Не, в этом и два года назад. Как раз он попал на наши концерты, значит, уже как минимум один человек... Как он воспринял? Да, он подпевал. Он подпевал. То есть он остался дома? Да, он такой старенький же дедушка, там, 60 часов ему лет. Но он говорит, что... Я всем хвастаюсь, что я был в Полтаве. И слушал родную музыку. Да. А в жизни чем еще занимаетесь? Ну, как чем занимаетесь? Ну, преподаете, я слышу. Преподаю. Ну, это хобби для того, чтобы обеспечить второе хобби. Ага, то есть оттуда все равно финансовая сторона качует сюда. Ну, а вы знаете, сколько стоит музыкальная сторона? Так я же, о чем и говорю. Ну да, сейчас поездить недешево получается. Да, недешево. Не всегда получается. То есть, получается, можно сейчас схитрить. Если кому-то нравится ваша музыка, и он чувствует себя финансово, очень уютно, вы можете стать спонсором этой организации. Да, мы бы не отказались, в общем-то, конечно. Но, безусловно, мы понимаем, что надо создать еще хороший продукт. А где вы репетируете? Мы репетируем у меня в церкви. У нас есть репетиционная база. А где? Стоп. В церкви у меня? Вы верующий человек? Абсолютно. А какая церковь? Ну, протестантский тип, посовременный. А где она находится? Ну, прямо в фарфоровом заводе. А, вот. Да, да, да. То есть вы никому практически не мешаете? Если на квартире... Ну, мы... Это нормально, да? Ну, абсолютно. Для меня я не верующий. Нет, дело все в том, что... Это же... Если верующий, то все равно многие думают, что это... Нет, нет, нет. Нет, у нас абсолютно... Мы используем те же стили музыки. Еще и современные. Ну, и поэтому у нас есть репетиционная база для того, чтобы играть обычный, классический поп-рот. И играем. Есть ли группы, которых, возможно, вы хотелось бы наследовать? На которых учился? Да, мне очень нравятся несколько групп. Это, наверное, всем известный Дробких Мерфуис. Вы слышали. Слышал. State of the Massachusetts. Есть, конечно, группа Иона, именно из Ирландии. Они тоже верующие. Ну, у них часто играют волынщики, знают, видишь, там, прочее. Это одна из самых профессиональных групп в мире вообще, которая бывает. Ну, до них еще, конечно, далеко. Но мы стараемся. Ну, что, все впереди. Вам только три годика. Только то есть. Да, да. Но я-то уже стар, очень стар. Супер. Супер. Недавно смотрела интервью на Алтаре. Начинается я супер. Ну, я просто решил использовать повторные. А с какими группами дрожите? Вот у нас есть коллеги из Кременчуга. Называется Фрайгаст. Свободный дух. У них, в основном, это акустическая рама. Волынки. Стран мира. Когда-нибудь. Они тут приезжали не раз. Волтаву. Очень круто. Ну, безусловно, в фолк-рок они не играют. К сожалению, мы им большого. Мне хотелось бы совместить наши усилия. Но все-таки два разных города тяжело. Расстояние и т.д. Да. А они куда-то поехали тоже на Одессу? Они сегодня во Львове выступают. Ну, мы в Полтаве, завтра в Киеве. А вчера выступали в Великой Рокодилове. В Великой Рокодилове, да. Жалко, что вас не было. Это профессиональное выступление было у вас вчера, да? Естественно, это наш сольный концерт. Сольный концерт. И уже состоялся бизнес небольшой? Да, я думал, чтобы придет больше. Конечно, студенты не пришли. То есть на экзамене им будет. Ну, четверг. Ну, правда. Так, готовьтесь, ребята. Готовьтесь, да. Ну, что ж. Если вы пришли, я думаю, они получили массу удовольствия. Мы разорвали танцпул, слава богу, в этом отношении. Я не знал. Я бы, наверное, пошел все-таки в неинтересный. Нет, это действительно очень классно. То есть, когда вы начинаете танцевать, вы уже не можете остановиться. Да, я поддерживаю, значит, этого. У меня даже иногда обувь на концертах подобной музыки рвалась. Часто вот такие удаются концерты все-таки, ну, для поддержки штанов, как говорится? Ну, это у нас, вы же знаете, что не спадало, приходится где-то работать. Ну, это мы уже усвоили. Концерты приносят какую-то, хотя бы элементарную, там, вновь сработать. Ну, например, моя жена говорит, что вот, я тебя прокатала на машине, как раз ты мне на бензин заработал. Ну, конечно, чуть-чуть больше иногда получается, потому что сейчас у нас уже есть хоть какой-никакой райдер, то есть мы можем требовать что-нибудь. Ага, когда вас приглашают, уже вы выставляете определенные. Ну, это нормальное явление. Да. Ты играешь музыку, именно группа играет музыку в стиле фолковой, Ирландии, Скандинавии. Нравятся ли вот эти страны? И чем они нравятся, если да? Ну, Скандинавия, ну, больше, конечно, и Ирландия. Это все свободолюбивые, вы же знаете, страны. Это действительно... Надо, чтобы зрителя перенести этот дух. Я не знаю, что... Это музыка свободы, радости. Это музыка, которая действительно играет на доступном уровне людям, которая понятна. Сам бывал там? Еще нет. Мы будем... Ну, мы же не сделали нашу правду, что-то сюда ехать. Надо же уже... Ага, то есть не просто поехать познакомиться? Надо уже... Уволить их. Да, по бездорожью, так сказать. Тоже мне интересно, почему там, в принципе, люди такие миролюбивые, любят свободу и все остальное. Чем-то они схожи с нами? Миролюбивые, а и иратам, да, или скандинавы, они... Ну, все равно, в основном-то показывают, не считая иратам. Ну, кстати, очень напоминает украинскую культуру. Тоже... Я просто тоже смотрю по-заразу. А именно музыкально... Ну, у них свои, конечно, мотивы, но они очень схожи. На Украине тоже очень часто используют флейт, ну, так и, да, получается, сапилки. Я тоже играю на этом инструменте. Это просто очень классный инструмент. А у нас как давно, в принципе, в Украине стало более популярным 11-го патрика? Ну, это, наверное, лет 5-6. А с чем? Это с музыкой, которую привезли? Ну, сейчас просто стало больше коллективов, которые все-таки пытаются играть в таком стиле. Не только там один Борис Гребенщуков на весь СССР, ну, то есть, грубо говоря, ну, и музыка стала более популярной. То есть просто культура Ирландии сейчас везде, они массированы, скажем так, в этот бренд вкладывают и действительно, видите, популярность. Интересно, в связи с чем это связано? Туризм, чтобы завлечь нас, чтобы мы захотели поехать? Нет, я думаю, просто люди хотят веселиться. Абсолютно. Например, сам День Святого Патрика, вы же знаете ее предысторию или нет? Нет, рассказывайте, давайте. Почему я считаю это церковным праздником вообще? Святой Патрик же отвечал за крещение Ирландии. И в День ее смерти, так как поминают, радуются то, что произошло. Ну, да, выгнал змей. Ну, это многие легенды. Легенды, ну, конечно же, легенды, легенды. Вот сам вкус легенд. А то, что человек открыл больше трехсот церквей и так дальше, то есть это все-таки. Ну, я просто сижу с вами разговариваю, Ирландия, с чем у меня ассоциируется? Я видел под низом кино нашего видео. Первое, это Волынка, однозначно. Второе, как это называется? Ну, это больше Шотландия. А, это в Шотландии? Ну, все равно, я когда Волынка, у меня все это ассоциируется вместе. А в Ирландии что там национальное? Рыжесть. Да, рыжесть. Зеленый цвет у них. Ты ирланд? Меня, да, меня туда тянет, я очень хочу в Скандинавию. Да, поедем когда-нибудь, мы же мы с концерна ехать, группу поддержки наберем. Да, я буду. Светка поедет туда, я камеру отдам. Да, вот, я буду вашим личным оператором. Ну что, вот такое доброе утро. Сегодня. Ирландское. Да, еще раз с праздником. Да, с праздником всех. У каждого этот праздник по-своему ассоциируется со своими понятиями, со своими. Но сегодня вас ждет на 6 часов вечера возле Аришпаба на улице. Где именно? 6.15. Прямо в центре. 6.15? 6.15, да. Ну, мы пока выйдем. Это недалеко от нашего шарика. Да. Когда потеплеет, мы обязательно там будем. Ну, когда потеплеет, мы там тоже планируем не останавливаться на одном концерте. О, как. Если кто-то умеет танцевать... Да, но я думаю, что вы должны будете идти на звук. Да. 6 вечера в центре. На звук идем. С пол-шестого на Белой беседке. Да. С пол-шестого парад будет с Белой беседки, с пол-шестого сюда. Потом на звук, если не успели, приходим в центр, слушаем музыку. Группа замечательная наша полтавская. Киркс Киркс. Да, замечательная. Спасибо, что еще раз правильно произнесли. А я приду послушать. Вы же дослушали, это печально. Я не думал, что это так сложно, на самом деле. Но уже на звание устоялось. Корабли лавировали, лавировали. И не лавировали. Любой, кто поет, имеет хорошую дикцию. Всем доброго утра. И по утрам. Во Франсуа кофе. Всем удачи. Еще раз праздником. До свидания.